Добрый вечер, и сегодняшняя тема это, собственно, Йом-Кипур в наше время, только вот начать придется с Йом-Кипур не в наше время, а во времена, когда был, просто нужно начать. Значит, вот вопрос о Йом-Кипуре и о Саратиме-Чива, вот все знают, как проходит Йом-Кипур в север. Пост, молитва, собрания в синагогах, замечания, скажем, что все синагоги мира строятся в предположении, сколько народу туда придут в Йом-Кипур. Они намного больше, чем нужно в будни и даже в субботу. Вот интересный вопрос, который возникает, вопрос о том, почему это так устроено. Вот я хочу заветить еще раз. Все прекрасно знают, что Йом-Кипур – это день поста, молитвы, страха, слез, раскаяния и прочее. Хочется на самом деле посмотреть, как это было устроено раньше. Всегда ли это выглядело хорошо? И вот начать надо, как это ни странно, с Роша-Шана. Роша-Шана. Мы привыкли к тому, что это здесь, да, но это общее место. В прошлый раз я говорил, что Роша-Шана, вообще главная идея Роша-Шана – это воцарение Всевышнего. Восходят на престол и происходит суть. При этом вот этот суд в Шульхан-Арухе, например, примечание к законам Йом-Кипур, Магенаврам, такой очень важный источник Магенаврам – это комментарии к Шульхан-Аруху, он говорит, что, например, что в Йом-Кипур не читают молитвы о грехах. Вообще тут сразу, ой, извините, не в Йом-Кипур я говорил, что в Роша-Шана не читают молитвы о грехах. Значит, вообще это должно быть удивительно. Все-таки асаратки мэйчува – 10 дней раскаяния. 10 дней раскаяния – это от первого дня Роша-Шана до конца Йом-Кипура, как раз 10 дней. Первое число Тиширэ – это начало Роша-Шана, а Йом-Кипур – 10 число. По идее, если мы говорим о раскаянии и что асаратки мэйчува – еще раз 10 дней раскаяния, то мы должны начать с того, что признание греха – это начало раскаяния. Откройте любую книгу того же Рамба Матилхова, «Чува» – законного раскаяния. Раскаяние начинается с… «Чува» – раскаяние, деятельное раскаяние, начинается с признания греха. У нас 10 дней раскаяния начинается не с этого. Выясняется, что есть предшествующий некоторый момент. Это Роша-Шана – это скорее признание царства Всевышнего. Как бы это в каком-то смысле предшествует признанию греха – это признать перед, кто твой царь, перед кем согрешит. Где-то вот такое момент. Но главное, что есть, и вот слово, которым сопровождается Роша-Шана в Торе, всюду, и трубление в Шафар в том числе, и трубление в Труб. Это «Зикарон» – память. Память, ну, например, трубит трубу во время несчастья. И вспомнит «Зикарон» и трубление описывается «Зикарон» – «Лифне Элокэхэм». Память – это перед Богом вашим. Здесь есть довольно важный момент. Память – это свойство, когда мы обращаемся к памяти – это свойство отсутствия. Вот когда речь идет о памяти, о чем-то, о ком-то, вот это то, о чем мы вспоминаем, отсутствует перед нами. Оно либо в прошлом, либо мы должны были делать и забыли. В слове «Зикарон» уже есть некоторый разрыв. И когда мы говорим, что Шафар призывает ли «Зикарон», я в данный момент подчеркиваю, по закону Тора «Зикарон» главная вещь, которая есть в трублении – это страдательный залог «Веннискартам Лифне Элокэхэм». Вы будете вспомнены, не вы вспомните о Элокэхэме. Важнейший момент, который я сейчас говорю – это закон Торы. «Зикарон», о котором идет речь – это «Зикарон» перед Хэшэмом. А вас вспомнят, вы будете вспомнены. Извините за русский язык. Вот когда мы говорим о противоположном конце «Десяти дней раскаяния», о Йон-Кипу, то центральные слова, связанные с Йон-Кипу, они ровно другие. Например, вот одно из важнейших слов описания Йон-Кипура в храме, описания деятельности первосвященника в храме – это «Лифней Гошэм», перед Гошэмом, например. И возьмет двух козлов и поставит их перед Гошэмом. И живой козел будет поставлен перед Гошэмом. И возьмет в собок угли жертвенника, который перед Гошэмом. И положит воскурение на огонь перед Гошэмом, «Лифней Гошэм». И выйдет к жертвеннику, который перед Гошэмом. То есть вот это перед Гошэмом – это есть главная тема Йон-Кипура. И это продолжается. Когда дается заповедь о посте в Йон-Кипура, никакой работы не делайте в этот день, ибо это Йон-Кипур, он призван на ХП искупить вас перед Гошэмом вашим Богом. «Лифней Гошэм». Вот это центральная тема «Лифней Гошэм». В прошлый раз, говоря про Йон-Кипу, я заметил, отметил и просто подчеркнул некоторое важное. Йон-Кипу в смысле того, что происходит в этот день, это описание службы первосвященника. Первосвященник в храме после длительной подготовки, принеся множество жертв, связанных только с этим днем, ходит святая святых, выжигает там воскурение. Теперь самый важный момент. Что он там делает? Вот он, наконец, только раз в году есть возможность первосвященнику и больше никому другому войти в святая святых, сделать там воскурение. Ясно, что это то самое, наконец, он вошел в «Лифней Гошэм». Что он делает дальше? Вот человек пришел, встал перед Всевышним и ответ после этого он оттуда выходит. Он там не молится, он ничего не просит. Он как вошел, так и вышел. Он выходит после этого из святых в святая, в переднюю храмовую залу. Там он делает то, что положено в законах Йен-Китур, очищает жертвенник, золотой жертвенник, воскурение, после чего читает короткую молитву, краткое содержание. Вообще-то молитва очень короткая и скорее относится тот текст, который переведен в Вавилонском Талмуде, скорее относится к тому, что произойдет Суккот. Это скорее молитва ближе к теме праздника Суккот. Если год должен быть заслуженным, пусть он не будет заслуженным, если предстоит голод, то лучше он превратится в сытость. И в конце совершенно убойная фраза и не отвечая на молитву путешественника, который просит о прекращении дождя. Но уже вот это убойнейшая совершенно, по-моему, фраза в молитве, не отвечая на молитву, которая не до пользы обществе. Но я хочу заметить, молитва о дождей это суко, это не тем емкий путь. При этом первосвященника просят молиться быстренько, коротенько, потому что весь народ с нетерпением ждет, когда он выйдет. А то, ежели он не выйдет, то мало ли, что там с ним случилось, может, там умер. Чтоб народ не нервничал. Там есть рассказы в Волгогиловском, что в Талмуде есть интересные рассказы о первосвященнике, который как-то задержался с молитвой в святая и спросили, что там дело. Говорят, я молился о том, чтобы мне был разрушен храм. Сказали, это, конечно, очень мило и правильно, но народ нервничает. Не надо так долго молиться. Давай. Еще раз. Вот описание Йомкипура в храме. Там молитва первосвященника в святая. Замечай, не в святая святых, куда он с трудом вошел, соблюдя все, что положено войти. А в святая. Это такая самодеятельность. Она же не предусмотрена в Торе. Там нет ни слова о том, что это день молитвы. Окей. Давайте вторую сторону. Вторая сторона этого вопроса о народ что-то. Говорил опять, я хочу просто повториться. Народ в это время постится и безлилечит. на этот день запрещен тогда. Что еще он должен делать? Значит, вот здесь есть один очень любопытный момент, который, ну, для тех, кто знает еврейские дела, он, я не знаю, любопытно ли это собравшимся, но просто вот вещь известна. Существуют две заповеди, вторые, предписывающие, когда надо что-то сделать, за неисполнение которых положено наказание отсечения от народа. Это злостный пропуск участия в пасхальном жертвоприношении и отказ злостный отказ от аборизе. Две заповеди. Вообще, по формуле, как заповедан Йом-Кипу, пост Йом-Кипура, я бы уверенно сказал, что это заповедь предписывающаяся. Такая же заповедь, как заповедь в Песах есть пасхальная жертва, такая же заповедь не есть Йом-Кипура. Точнее, инуинетаж, не запрещающая есть, а требующая соблюдать пост. Вот давайте так, соблюдать пост Йом-Кипура. Если бы не первая Мишна в трактате Критот, Пса Крамбома, ну и еще куча мидрошей, которые все идут, которые говорят, что в Йом-Кипур действует не предписание соблюдать пост, а запрет есть и пить. Но если вы читаете Тору, у вас и не прибудете всех аргументов мудрецов, у вас возникает впечатление, что требование народу не работать в Йом-Кипур и соблюдать пост, это предписывающая заповедь. И это третья предписывающая заповедь, которая с каретом. Да, я знаю, что Галаха не такая, что это запрет есть и пить, а не требование соблюдать пост, но формулировка Тори, на самом деле именно вот я хочу заметить, что интуиция народа Израиля по поводу того, что соблюдать пост в Йом-Кипур это такая вот заповедь, которая еврея делает евреем, она наряду садерпесах, наряду с обрезанием как бы вот это святое не трожит. Не работать это такое, все понимают это. Но все, что делает народ, он соблюдает пост и бездельничество. Есть медраж, не медраж, извините, это медраж, конечно, есть рассказ в трактате Таанит, в рассказе трактата о постах. Этот трактат не посвящен Кипуру от слова вообще. Этот трактат посвящен постам, обычно связанный с бедными неприятностями, основная тема именно такая этого трактата. Но в конце этого трактата есть высказывание Роббана Шимона Бен Гамлиэля. И этот рассказ, вот чем он замечательен, этот рассказ, тем, что его обычно о нем вспоминают в связи с 15-м алмом. Сказал Роббан Шимон Бен Гамлиэль, не было больших праздников в Израиле, чем 15-е ава и Йом-Кипуру. В них дочери Иерусалима или дочери Израиля, скорее версия, зависит от версии, выходили в белых одеждах, одолженных, чтобы не было стыдно тему, кому нет, выходили водить дочери Израиля, выходили водить хороводы в садах, и что они говорили, парень, подними глаза, посмотри, что ты себе выбираешь, не гляди на красу, гляди на семью, обманчива прелесть, суетна красота, жена, боящаяся Господа прославлен. Еще раз, вот эту историю рассказывает 15-го ава, такая Валентинка, еврейский Валентинов день, день любви. Так, сегодня, по крайней мере, он так представляется. И как-то все время забывают вот эту первую оговорочку, которая была, не было больших праздников в Израиле, чем 15-е ава и Йом-Кипур. Итак, Йом-Кипур, мы все знаем, Йом-Кипур это день поста, день плача и трепета, день молитвы, день раскаяния. В то же время, вот Мишна, вот Мишна Мафорешет, вот открытый текст Мишны. дочери Израиля одевались в белые платья, в Йом-Кипур, выходили водить хороводы в белых одеждах, в садах, в садах. А что говорили парень и глаза, то есть предполагается, что парни в это время тоже не проводили время в синагогах, не постились, не каялись, не рыдали, а в это время ходили на гулянку, наверное, так это надо обозначить, то, что здесь описано, к девицам, потому что ясно, что по тексту здесь парни тоже кругом есть. То есть вот то, что описано, как-то не укладывается в рассказы о тшуве, о горестях, о рыданиях и всего прочего. И вот это должно у нас вызвать некоторое изумление, потому что сегодня вот это вот постарально описанное в Мишне, в Мишне, повторяю, это не какой-то мидраж боковой, где кто-то там напробовать и сказал, это в Мишну включено, в текст Мишны, в текст закона, что это факт на местность. Да, и свидетельствует об этом патриарх, вообще-то глава Сангедрина, Рабан Шимон Бенгамле, титул Рабана, это титул главы Сангедрина. Это он, раз. И вот здесь вопрос почему так? Почему вот идет такое описание, которое не укладывается в наше представление о том, как должен выглядеть Рабан Шимон. Он просто не укладывается. Рабейну Йона. У него Рабейну Йона это очень известная книга, известная морализатор Сейфер Мусар. У него есть книга Шар-Цува, Шары-Цува. И он пишет следующее. Предписывающая заповедь истории, человеку следует возбудить свой дух и рассказывается в Йом-Кипу. Как сказано, от всех грехов ваших перед Хашевом очищены, будете очищены. Гид-Хару. И нам предписано, что нам следует очиститься перед Хашевом, совершив дшуу, и он искупит нас в этот день и сделает нас чище. Я хочу обратить внимание на то, что здесь сказано. Есть заповедь раскается в Йом-Кипур, прямо заповедь Тора, то, что говорит Рабейну Йона. Давайте сравним. Хотя обращение к Богу в раскаяние, то есть в шува, я в данный момент зачитываю Раба Махилхот шува, закон о раскаянии, вторая глава. Хотя обращение к Богу в раскаянии и горячие молитвы действуют навсегда, это шедевр Талмуда здесь есть именно какая-то что имеется ввиду, есть шедевр Талмуда абсолютно. Прекрасна молитва человека, как перед вынесением небесного приговора, так и после. Всегда. Но в 10 дней между Рошашана и Йом-Кипуром, то есть в 10 дней раскаяния, они просто великолепны и принимаются сразу же. То есть нет заповедей тшуы в Йом-Кипу. Это просто очень хорошее время для этого дела. Ну вообще парамбулу заповедей тшуы вообще нет в такой заповеди. По-моему, рэп Хайм из Двинска как-то сказал, что было бы странно. Если бы была такая заповедь, да, Мерсинка из Двинска, как может быть заповедь тшуы от того, что человек согрешил, ему что, право, что он имеет право, тебе дать и грешить? Ответ ему, очевидно, нет. Очевидно, что если человек согрешил, он должен как-то решить, что он никогда больше грешить не будет. Довольно очевидно, зачем отдельная заповедь. у Рамбома заповедь признается, произнести ввиду и признать свой грех. Заповедь Тона. Но вот здесь есть вот некоторая важнейшая вещь, которую я хочу пробить эти ворота и сказать некоторую вещь, которая и Рабейну Йона, и Рамбом, и все остальные, кто пишут такого сорта книжки, они как бы не собираются увязывать эту тему с тем, что написано в Торе. Потому что Ян Кипур это вещь известная, весь народ поступает так, знаете, в Талмуде есть правило, если ты не знаешь, как себя вести, выйди, посмотри, что народ делает. мы знаем, как народ ведется одним человеком. Итак, что в Торе? И вот это рассказ о гуляниях. Как они связаны? Ответ очень простой и некоторая подсказка у Рава Шерки, по-моему, есть. Как бы вот это очищение Йом Кипура в Торе, его делает первосвященник. Вот он совершает жертвы, он входит в святая святых и воскурение там совершает, такое облако, в облаке воскурения, он туда входит, он приближается и вместе с ним он приближает весь народ. Кипур очищение Йом Кипура. Оно происходит в хране. Народ участвует с ним только одним образом. Вы поститесь, потому что в этот день вот «Ибо Йом Кипурим хулы хапэр алейхэм». Вот это «Аллахапэр алейхэм» здесь это произойдет само. Это произойдет само. Йом Кипур искупает грехи тот же рамбан. «Хот шува». Если вы говорите о действии Йом Кипура, это оно как бы само. оно возможно даже без шувы. Потому что раскаяние вот это копора искупления Йом Кипура оно происходит через встречу первосвященника к Севсевышнему. А народ в этом участвует просто постом и безделием. Поэтому вот это легкое отношение к Йом Кипуру вот без современных молитв, раскаяния и прочего как бы Йом Кипур не требует всего этого. Копора искупления Йом Кипур она через первосвященника, через храм. отчего это отдельная история. Вот теперь давайте смотреть дальше. Если храма нет, если вот этой встречи первосвященника он не перестает Литней Хошем, как многократно повторено, он не перестает перед Хошем, этого нет. то что теперь? И вот здесь возникает идея современных десяти дней раскаяния. Для того, чтобы быть убедительным. Десять дней раскаяния во времена храма, я не понимаю, куда их деть. А вот что есть во времена храма? А во времена храма есть начало мишны трактаты Йома. За семь дней до Йом Кипура первосвященника из его дома переводят в палату Пол-Ядрин. Это угол храмового двора, но вход с наружной стороны. после этого он семь дней готовится к Йом Кипу. Главное, чем он там занимается, вообще-то он проводит очищение себя, его кропят водой с пеплом красной коровы, происходит обряд именно очищения, именно Тагара, очищение первосвященника, значит, при этом все, все, что следует, основные все жертвы, которые должны происходить в храме, эти семь дней делает именно первосвященник, он делает окропление кровью каждодневных жертв, он возжигает воскурение, которое обычно разыгрывается между священниками по жеребию, он поправляет минору, которая тоже заповедь, которая разыгрывается жеребием среди священников, и он возносит на жертвенник голову и ногу, но это возглавляет шествие с жертвами, шествие к жертвеннику с ежедневной жертвами. В остальные дни, вот кроме этих семи дней, первосвященник хочет делать, а хочет не делать. Другие дни. Вот эти семь дней подготовки, это как раз период от, ну давайте считать, от третьего тишрей до девятого тишрей, как раз неделя. Вот это семь дней. Это то, чем занимается первосвященник период. У нас в наше время эти семь дней как раз и есть десять дней раскаяния, ну в десять дней раскаяния входит Асерпи Майчува, входит два дня Рошашана и Йомки-Пу, обрамляющие эти десять дней, но обратите внимание, вот теперь наверное мы получили интересную вещь, что то, что раньше делал первосвященник, готовясь к Йомки-Пу, а я хочу заметить, в Мишне трактата Йома, народ никакой подготовки к Йомки-Пуру не проводит. Разве что единственное, что там есть в народе, это трапеза, которая устраивает накануне, перед началом Конферии. Я всегда бурчал, что евреи все не как у людей, потому что у людей в начале пост, потом радостная трапеза, когда вышла звезда, а у евреев в начале трапеза, а потом пост. Ну да. Есть глубокое, у меня есть глубокое убеждение, в том, что Йомки-Пуру в нынешнем виде это попытка каким-то образом заменить первосвященник. Вот раньше первосвященник представлял народ и ходил летний Гошем. Сегодня, так как его нет, народ решил сделать в обратную сторону все. А именно самому войти перед Гошем. Вот Рамбом в этом отношении, интуиция Рамбома, она вещь очень сильная. Насколько ступеней, это те же Хилхот Шува, я сейчас привожу, только уже седьмая, по-моему, глава. Насколько ступеней возвышает раскаяние. Еще вчера человек был отделен от Всевышнего, а сегодня он приник к Шихине. вот то, что пытался сделать первосвященник, когда войти в святая святых и представлять весь народ просто своим явлением, еще раз, никакой молитвы, никаких просьб, просто войти в святая святых, в место, откуда выходит слово Всевышнего, и ничего там не делать, кроме предписанного воскурения, настолько народ пытается теперь сыграть через обратную сторону, а именно каждый от имени всего народа пытается прийти перед Гошем, перед Гошемом, только через врата молитвы и врата раскаяния, то есть это попытка войти через другие ворота, причем делает это теперь весь народ, то, что раньше первосвященник делал за весь народ, теперь весь народ делает за себя, но именно не как отдельное лицо, а как именно народ, или наоборот, как отдельное лицо, дело в том, что у Рамбома есть тяжелая проблема, которую надо хорошо понимать, Рамбома представляет себе прощение коллективного греха, если речь не идет о коллективной грехе, который совершает общину, но какой грех, который может совершать общину, скажем, общины не заботятся о бедах, грех всей общины, или, ну, мало ли, что можно сделать коллективно, но вот когда речь не идет о конкретных каких-то действиях, то он плохо понимает прощение скопа, прощение всем народам, а Йом-Кипур он именно такой, по этому поводу он действует прямо обратным образом, он со временем говорит про то, что человек через молитву и умственные рассуждения пытается проникнуть к Всевышнему, что он подняться к Всевышнему. Это отличается, например, от Раши и более древних авторов вот у Раши по-другому. Но вот современная форма Йом-Кипура, когда мы не только постимся и бездельничаем, мы пытаемся коллективным образом заменить собой Коэн-Гадоль со всей его службы. Каким образом? Нишлама парым сфотейм. Наша уста заменит быков, жертв. там, где раньше шла служба первосвященника, теперь идет служба всего народа в форме молитвы. Но молитвы ясно, что недостаточно. Нужна копора, нужно искупление грехов. По этому поводу искупление грехов каждый совершает сам. это его грехи. Вот эта попытка пойти через черный хор, через чуву каждого, не через коллективно одну на всех, а через чуву каждого и распространить ее, растянуть на весь народ, это и есть сущность современного современного в смысле последние две тысячи лет. С момента расрушения Ахмана. Тогда вот мы понимаем, во что превращается Асер и Мейтшуба. Вот эта неделя между Роша-Шана и Йом-Кипура превращается в ту самую подготовку Коэна Гадоля к первосвященникам, к службе Йом-Кипура, так как мы пытаемся войти туда, куда он входит через врата расстояния, то нам эти семь дней нужны. Вот они появляются в момент, когда нет Коэна Гадоля, его семь дней очищения храмов превращаются в семь дней нашей Чувы. его служба храмовая превращается в пять молитв Йом-Кипура со всеми многочисленными пьютами, добавлениями, просьбами о прощении. Еще раз, что делается вот на этом прощении, что делает первосвященник в Йом-Кипур? В Йом-Кипур первосвященник читает, подходит к быкам за народ, за себя, и читает виду, читает исповедование греха. Все. Теперь это делает не первосвященник за весь народ, а каждый сам. Община Бехольмошова Тайхэм вот про пост и отказ от работы, именно про Йом-Кипур сказано то же, что и про субботу. Бехоль Машаватхэм, Машаватайхэм, Бехоль Доратайхэм, во всех поколениях, во всех поселениях. Вот теперь это делает как бы каждая община во всех поселениях и каждый человек. В результате, в результате, то, что происходит сегодня и кругом прав как раз оказывается Раббэйну Йона, когда он говорит отдельная заповедь совершить чуву в Йом-Кипур, и существует такая заповедь отдельно. предписывающая заповедь Торы, чтобы человек пробудил свой дух вернуться в раскаяние в Йом-Кипур. Так как Капара, и он говорит, и это нас предупреждает, чтобы мы очистили перед Хашем в раскаянии, в чубе, в Йом-Кипур. Вот ключ ровно перевернутый. То, что раньше Капара достигалась в храме без народа, где народ поддерживал только фактом поста и беззелья, теперь перекладывается на народ целиком. Причем на каждого. Вот это коллективная какая-то вещь, которая была раньше, теперь становится индивидуальной. По этому поводу каждый молится, каждый делает цуву, потому что, чтобы что получить на выходе, на выходе получить ту самую Капару для всего народа. Вот я хочу обратить что раньше вот это обратное, обратное действие. Капара через Койна, через первосвященника Капара получал весь народ и каждый отдельно внутри него, ну в соответствии с размером грехов, насколько это было реально для каждого конкретного человека прикрыться таким всеобщим искуплением, то сегодня все ровно наоборот. Каждый должен сам пройти через эти ворота, чтобы в конце заслуги каждого были растянуты на все. Вот теперь, когда вы читаете в обзор Йом-Кипура, то вы прекрасно понимаете в чем тонкость. Рамбом, когда говорит Йом-Кипур это очень хорошее время и 10 дней просто великолепны для раскаяния, что это просто такая структура времени, такое устройство времени, что это очень хорошее время, то Робейн Йона, который говорит, что это заповеданное дело, он тоньше понимает современное состояние дел, связанное с Йом-Кипур. Мы своими действиями создаем это особое время. Нам хоть и теоретически не предписано все это, но только таким способом достигается Капара Йом-Кипура. И тогда заповедь очистится перед Гошемом, это вот это он воспринимает теперь, что это теперь возложено становится от общины на каждого, на отдельного человека. Собственно говоря, теперь вот вся острота того, что я сказал, что первосвященник в Йом-Кипур входит святая святых и ничего не говорит там. Никакой молитвы, никакой просьбы, а только когда выходит, пользуясь моментом эдакой самодеятельностью читает какие-то молитвы, вот теперь я думаю, что вы прекрасно понимаете, что то, что этот день молитвы всеобщий, синагогальный, это как раз попытка заменить Коэн-Агадуэля всю службу Коэн-Агадуэля. То есть ровно в обратную сторону пошел процесс. то, что это не сравненно, что это труднее. Механизм становится распылен между каждым и у каждого есть такие способности, потому что Коэн-Агадуэль, он способен войти в святая святых просто в силу должности. И в силу того, что у него есть протокол, как это сделать. Он просто выполняет протокол. Врата раскаяния, они не так устроены. Врата молитвы не так устроены. здесь уже каждый сам. То, что Рамбом нам говорит, что это по своей природе, структура этого времени облегчен этот вход, Думаю, что он кругом прав, потому что без этого Йом-Кипур бы вообще не работал в наше время. Потому что сам Рамбом прекрасно знает, что Йом-Кипур является днем прощения. И он прямо пишет, что Йом-Кипур просто фактом того, что он прошел над человеком искупает ну, там длинный, я не хочу входить в обсуждение какого сорта грехи, но просто сам факт своего, вот, когда Йом-Кипур вышел, в этот момент как бы человек получает прощение. Но создание вот этого Йом-Кипура как дня Ка-Пара, как дня прощения, Рабейну Йона считает, что каждый в отдельности все вместе они это создают. И все, что вы читаете в Макзорах Толстенных, это именно попытка заменить вот за неимением Гербовой, да, пишем на простой. Да, замечание о том, что Йом-Кипур первосвященник и встреча с Богом это не время для молитвы, это рыбца так излюблен. Ну, да, значит, вот, мне есть никого сославиться. по-моему, по-моему, не хочу вторую тему, она будет развязана с этой, я считаю, что недостаточно на сегодня. Мэр, повтори, пожалуйста, про что садок излюблено, я не поняла. историю про то, что вот это замечание о том, что первосвященник войдет в святую, святая святых и сделает все, что положено, оттуда молча выходит. По идее, это время желаний, время молитвы, это очень удачно. Я, вот, представьте, что человек после тяжелых хлопот и подготовки встретился с царем, но самое время о чем-то попросить. Так вот, Йоб-Кипур первосвященник этого не делает. То есть, целью, вот, кроме того, что связано чисто с храмовым церемониям, очищение жертвенников, очищение храма от следа тума, от следа духовной грязи, которая оставляет грехи на нем. Там это все в Йоб-Кипуре есть достаточно. Но, вот, сегодняшняя попытка это дня молитвы, вот, чего там нет, так это вот это. И я хочу еще раз подчеркиваю, что, например, тот же Рафшерки, например, замечает, что в книге Эдры описан праздник Суккот и описан Роша-Шана, но не описан Йом-Кипу. Почему? Да, потому, что в те времена, когда была служба в храме, когда первосвященник все делал, это было народное гуляние, там нечего описывать толком, там народ все перелагал вот на те широкие плечи храмовой службы и помыт это, причем, оно само на нас упадет, как манна небесная, вот эта копора, она такая должна быть. Вот после того, как храма не встала, вес всего этого дела значит, да, это теперь, что касается вот вопроса, какой-то длинный код, я не могу его прочесть, Йосиф, наверное, нет, Юдив, Юдив, чуть мой сердце, не могу. Значит, то история с Садукеями, это отдельная тема, она действительно довольно любопытная, дело в том, что я не верю, что сегодня я хочу это рассказывать, там история выглядит так, дело не просто в Садуке, дело в том, что рассказ о входе святая святых связан со смертью сыновей Аарона и то, что неправильные действия первосвященника, они на грани, ну, в общем, грозе, что человек умрет, выйдет, и вышел огонь перед Хошемом, и сжег милифный от перед Хошемом, вот так, вот в русском нет такого, в русском есть пунат, а здесь из от, такой вот предлог в Иврите есть, из от Хошема, изжег там сыновей Аарон, по этому поводу вот это, то, что описание идет о том, что первосвященник, когда входил святая святы, перед этим привязывали веревку к ноге, что ежели он умрет, то его оттуда вытащат, это не связано с Саддукей, это связано с первосвященником, если его действуют, а вот саддукейская история, там действительно есть любопытный некоторый момент, это вопрос о том, для чего нужны к торад в Йом-Кипу. По мнению мудрецов, главная часть службы Йом-Кипура, кроме крапления кровью и очищения копчега через крапления занавеса золотого жертвенника, воскурение к торад благовоний храмовых и есть центр службы Йом-Кипу. Ради этого все делается. По этому поводу, где происходит воскурение, воскурение к торад происходит внутри святая святая. То есть первосвященник вносит угли, ну, на совке, естественно, не в руках. И чашу с благовониями ставит собок, ну, собок, корп такой с ручкой, с углями перед это самое, и на него кладет полную горсть благовония. Это и есть вот этот вот центр службы. Такое чувство, что мудрецы считают, что как бы это благовоние, оно маскерет, то же самое слово напоминание, напоминание о народе. И вот это благовоние, оно как бы народ, который вошел святая святых вместе с первосвященниками. Саддукии считают, что кторок используется в Йом-Кипур как защита первосвященника от того, чтобы он не умер. То есть как бы это не служба в том смысле, что не центр службы, а средство защиты. Но то, что благовоние храмовые являются защитой, вспомните историю с бунтом Короха, в конце бунта Короха историю про то, как Аарон шел с благовонием курящимся и разделял живых и мертвых. То есть то, что благовоние это защита, это есть такой аспект, благовоние очень важный. Он в Торе есть, в конце концов три ангела хранителя малых детей Саной и Самангло это они возникают из воскурений не здесь. Это такая кабала некоторая. они связаны с воскурением, хотя им не делают воскурение, они возникают из воскурения, но им не делают воскурение. В том случае, никаким ангелом воскурение делать не положено. Прозапрещено. Но они возникают. И Садуке считают, что вот это воскурение, оно чистая защита для того, чтобы первосвященник мог войти в святая святая. Галахическая разница принципиальная. В результате на практике это выглядит совершенно по-разному. У мудрецов первосвященник входит с углями и порошком для благовония в отдельном соседе ходит в святая, оттуда переходит в святая святых и где зажигает, где и происходит воскурение. У Садуке первосвященник поднимается на крыльцо храма, на притвор, там возжигает благовоние и уже окутавшись благовонием для защиты себя любимого, проходят святая святая уже с горящими благовониями. В этом принципиальная разница. То есть как бы у Садуке благовония в этой истории имеет значение защитное, это просто способ как войти в святая святая. Не для чего, обратите внимание, у мудрецов это то, для чего надо войти в святая святая. У Садуке это то, как войти, это инструмент. Значит, рассказ совершенно великолепный в том же вавилонском Талмуде, где первосвященник из Садуке их там хватало. Там не один такой был. Радостно говорит Пепе, что он сегодня в Ём-Кипур зажег кторт благовония в притворе, в крыльце перед храмом. Ну, я уже расставил строительство храма, поэтому храм, фасад перед ним типа портика. Ну, вопрос, насколько там крыша, была ли там крыша, не было там крыши, но там было оформлено как портик. Крыльца. Вот, что я зажег перед входом, как ты меня и учил много раз. на что папа сказал, что ты зря это сделал. Папа саддукей. Говорит, ну как, ну ты долго, и наконец я смог исполнить, как положено по-саддукейским галахе все это дело. На что отец говорит, что я считаю, что мы правы и считаю, что так делать нельзя. Потому что делать надо, как велит Сангедрин, а это мудрецы. И боюсь, ты не переживешь сорока дней. Потому что так поступать твои убеждения, как правильно, не должны отражаться на твоих действиях. Потому что ты знаешь, как правильно с точки зрения других. И ты должен был делать, как другие требуют. Вот такая саддукейская история, она есть в Аталонском Талмуде. Она очень цена, на мой вкус, она очень цена именно правильной постановки вопроса. То, как я думаю, не должно превращаться в то, как я действую, когда большинство и авторитетное, что самое главное, большинство считают, что действовать надо по-другому. Это вот такая история. Кстати, этот судокейский первосвященник, о котором я говорил еще раз, он вышел оттуда благополучно и хвастался отцу, и умер где-то через 40 дней после этой истории. значит, ну вот так. Но я-то, в общем, исхожу из представлений мудрецов о том, что зажигание кторот это не инструмент защиты первосвященника, а то, ради чего он подет святая святая. потому что и укуталась святая дымом. Это где-то вот здесь лежит. Встреча с Всевышним она это Всевышний на встречу может прийти. Дым должен исходить в обратную сторону. Мне не нравится судокейская идея, она не соответствует дарованию Тары на горе Синай, потому что дым должен и мрак и сумрак должен идти со стороны святая святых, а не от человека. Человек должен не входить в обратно. Вот это мне так довольно очевидно права там мудрецов. Мэр, а вот насчет крови. Кровь не святая святых в Йом Кипур не вносилась, да? А как это вносилась? Там крапления есть. Украпления святых, вот это и хатвы, и хатвы, когда мы говорим и хатвы. Значит, есть два крапления, есть крапления на завесу, есть крапления внутри святая святых. А что мы говорим тогда, вот в лекции вы говорите, что кроме он зашел там, ничего не делал, воскурил и вышел. А когда кровь доносит? Это второй вход. Второй вход с кровью? Да, нет, без крови уже. А сколько раз он заходит? Значит, читаем, просто это Мишнаб, значит, значит, и так. Значит, Соло, значит, значит, первосвященник шел к, бросал жеребий к козлам, ну, между козлами, после чего вытягивал жеребий, значит, производит, ну, то, что положено с козлами, подходит к своему быку вторично, второй раз, значит, и произносил обращался с просьбой о просечении преступления, грехи и проступки, я, дом, мой потомки Аарона, ну, и так далее, да, резал его, переливал кровь в крапильницу, я зачитываю вам порядок кем-ки-пуру просто, брал совок, значит, брал угли, значит, после чего брал этот самый, воскурение и угли, входил в святая святых, достигал ковчега, ставил совок между двух шестов, помещал воскурение на угли и весь храм наполнялся дымом, читал короткую молитву, брал кровь, у того, кто его перемешивал, входил туда, куда входил, вот такая формулировка, то есть святая из святых, вставал там, где вставал, то есть между Баде и Аарон, между шестами ковчега, крапил, выходил, и резал козла, который хатат, входил, куда входил, опять святая святые, и опять делал еще раз крапление, после этого выходил, и ну дальше идет описание крапления уже святая, но дело вот в чем, что вот воскурение, которое святая святых стоит, стоит, после этого, после этого идет то, что я уже говорил, что главная служба с точки зрения храма, не народа, а храма, главная часть службы в храме, это очищение храма, именно поэтому крапление кровью, которая идет в этой истории, это вариации на тему жертвы хатат, хотя там жертвы не хатат, но вариация на тему хатат, хатат как очищение, а не как искупление, за грех, там к слову хатат именно очищение, его задача была очистить именно внутреннюю часть храма, а именно очищение через скрапление крови подлежало ковчег, занавес, золотой жертвенник, ну и все пошло да но это уже внутренние церемонии храма я готов повторить то, чего уже говорил, вот функция храма уже когда Шламо ставит храм в храме Соломона, он произносит что молитвы проходят через храм, вот обращение поворот в какую сторону молиться да вот это галаха в какую сторону обращение во время Шменаэсера поворачивается лицо ответ поворачивается к святая святых но в зависимости от географического положения в Юросалиме в сторону храма в храме в сторону к святая святая вне земли Израиля в сторону к Юрусалиму ну просто понятно по географическим соображением и скажем как там жители Тель-Авива во время молитвы смотрят на восток а жители Малая Думим во время молитвы смотрят на запад да нет наоборот или как сообразить по карте да именно так именно так мы в разные стороны смотрим но потому что мы смотрим на одно и то же не в сторону а на что мы смотрим в сторону на храм храм выгляни в окошко куда смотреть надо в какую сторону из Малая Думи а жители Иерусалима и так знают в какой стороне у них Иерусалим от них ну почти точно на востоке ну почти точно да но молитвы проходят через храм мы же сегодня пытаемся провести наши молитвы через черный ход вот молитва отдельного человека в этом смысле некоторый при отсутствии храма это в некотором смысле черный ход мы пытаемся все это проделать через вот эту вот коллективную молитву ибо мы считаем что Йомки-Пу Ивроша-Шана это некоторое отдельное время где завеса между высшим миром и нашим миром она ослаблена и у нас есть возможность докричаться самим и вот теперь еще раз народ он пытается заменить службу одного коэна годоля может заменить только весь народ целиком вот это вот то чего я пытаюсь сегодня сказать поняли спасибо спасибо спасибо